Вы, наверное, уже догадались, кого я хочу пригласить на эту сцену с отчетом о работе департаментов гранд-партнера в статусе Royal Premier Наталья Сородина! Ну что, всем добрый вечер! Да, нам тоже есть что сказать, что сообщить. И я только что почувствовала очень большую поддержку в нашей команде, когда даже на выход у тебя целая группа, кто тебя там холит, лелеет, за руку держит, помогает зайти, снимает. Благодарю вас. Ну что ж, нас сегодня... Итак, вы уже поняли. Благодарю. Давайте к делу. Значит, вы уже поняли, что у нас сегодня такой день, где мы даем отчет, с одной стороны, о проделанной работе, а с другой стороны, мы показываем вам подноготную, потому что вы наши партнеры, и мы хотим, чтобы вы знали, как устроена работа в нашей команде. И первое, о чем хочу сказать, это стабильность. Посмотрите, вот, допустим, на первый взгляд вот этот микрофон, он абсолютно стабилен, правильно? Просто вещь, ничего не происходит. Но для того, чтобы этот микрофон заработал, происходит определенное количество невидимых процессов. Да, где-то идет ток, где-то оставлена батарейка, идут какие-то химические реакции и так далее. Мы понимаем, что за любым видимостабильным процессом идет очень много действий. Или другой пример, наше с вами сердце. То есть вот мы видим, да, что каждый из нас стабилен. Но в этот момент что происходит? Наше сердце, оно работает, оно качает, оно делает очень много ударов каждую минуту. И если это сердце работает нестабильно, то что происходит? Сначала чувствуешь себя не очень хорошо, а потом мы понимаем. И поэтому вот то, что мы сегодня показываем, Юля, я благодарю, где ты, дорогая? Я благодарю и тебя, как спикера, и весь департамент ДРП, потому что вы те люди, благодаря которым мы, ДМБ, можем работать спокойно и стабильно, потому что вы, скажем так, наверное, где-то в тылу для нас, для сети. Потому что вы делаете так, чтобы мы могли смело идти вперед и создавать очень много новых квалификаций, новых уровней. То есть мы спокойны, что с продуктом все хорошо, что мы стоим на твердом. То есть мы не кидаемся словами, мы стоим реально на твердом. И точно так же департамент масштабирования бизнеса. То есть когда мы с вами все приезжаем на мероприятия, например, сегодня, или выходим на любой онлайн, у нас все гладко и хорошо. Но при этом кто-то это хорошо создал. И давайте посмотрим, кто это. Первое. Департамент масштабир ДМБ. Вот это слово. Кто слышал когда-нибудь? Но мы тут поняли, что все слышали, а никто толком не знает. Нет. Мы как эти, знаете, ты его видишь? Нет. А он есть. Да, мы как ниндзя. Мы, знаете, такие, где-то под покровом ночи все порешали по-быстрому. И мы решили сегодня представиться. ДМБ – это департамент масштабирования бизнеса. Это наш стратегический управляющий орган. И он состоит из двух уровней. Это ДМБ и ДМБ 2.0. Посмотрим на этот слайд. Кого мы видим? Красавчиков. Капитальных красавчиков. Да. Это состав ДМБ. Это, скажем так, наивысший управляющий орган в нашей команде, в нашей сети. Это состав по итогу прошлого спринта. Каждый, получается, спринт у нас обновляется, этот состав. У нас есть свои критерии. И мы очень четко следим за тем, чтобы у нас в этом департаменте находились только те, кто максимально показывает эффективность сейчас. То есть мы всегда заактуальны, за то, чтобы наша сеть получала максимально эффективные решения. Также посмотрим на следующий слайд. Это следующий уровень. ДМБ 2.0. Вы можете посмотреть. Почему назвали 2.0? Потому что, вы знаете, скажем так, крепко… Это еще не все, если вы вдруг подумали. И уже там приготовили эти помидоры в меня кидать. Нет, не надо, рано. Потому что мы понимаем, что для того, чтобы масштабироваться быстро и круто, необходимо взращивать больше лидеров. Правильно? Необходимо взращивать больше людей с мышлением именно сооснователя. То есть те люди, которые понимают, как все процессы устроены, и которые могут их создавать у себя в регионах. Поэтому мы каждый день занимаемся взращиванием. И вот перед вами вот эти капитальные красавчики. Это те люди, которые, скажем так, и решения ДМБ доводят до сети, и сами непосредственно участвуют в этих решениях. И также у нас есть еще один человек. Катя, ты помнишь? Да, да. У нас также есть еще один человек. Он с нами уже работает более года. Потому что мы для себя поняли, что для того, чтобы идти быстро, нам необходимо, чтобы у нас был управляющий помощник. Тот, кто будет все наши идеи делить на этапы. Тот, кто будет расставлять контрольные точки. Тот, кто будет, скажем так, расставлять ответственных людей. Тот, кто будет доводить именно до результата. И это очень важный человек для нас, которого, я думаю, что каждый из вас видел уже где-то на наших обучениях, в чатах. Это тот человек, который обычно ходит и на всех ворчит. Но согласитесь, что всегда должен быть кто-то топать ножкой, для того, чтобы все работали слаженно. Это Надежда Дрибас. Надя, мы благодарим тебя. Катя специально записывает для нее видео. Надя, мы благодарим тебя за твой вклад, за твой труд, за твою ответственность. Потому что, я вам так скажу, легко быть хорошим, а ты попробуй топать ножкой. И, как говорится, создавать результаты, и проводить, все доводить, и всех гонять. Поэтому я благодарю Надю очень, именно за то, какая ты ответственная и четкая. Идем дальше. И вот такой командой большой мы двигаемся в нашу работу, посмотрим наши задачи. То есть, что мы делаем, чтобы вы об этом знали. Первое – это стратегическое планирование. То есть, вот ДМБ и ДМБ 2.0 – это те люди, которые создают всю нашу линейку мероприятий. Все наши задачи примерно на год, на два вперед. То есть, мы занимаемся именно стратегическим и операционным управлением. Ну, как мы понимаем, в последнее время в «Горизонте» больше двух лет планировать очень сложно, но мы очень стараемся. И я вам скажу, что мы с ребятами, когда проходили, например, карантин, когда мы проходили коронавирус и так далее, эти ребята вывозили, по-другому не сказать, эти ребята вывозили. У нас было по три совещания в день. Я уверена, что у ДРП тоже, потому что нам надо было очень быстро корректироваться под текущий рынок. И я помню, как у нас, знаете, ну, честно, мы горели. Было сложно. Потому что мы каждый день по три раза в день совещались, что-то делали, что-то придумывали. Это как раз те люди, которые действительно вывозят. Даже сложный момент. Тут можно прямо вот поаплодировать. Да, это организация и контроль абсолютно всех наших выездных мероприятий. То есть вы знаете, чем различается, например, партнер, который еще не в ДМБ, и тот, кто в ДМБ, тем, что партнер рассуждает, а поехать ли? Могу ли я? Хочу ли я? Могу ли я? Могу ли я? Вот это все, да? А тот, который находится в ДМБ, давайте я буду говорить ДМБ, а мы будем понимать ДМБ и ДМБ 2.0 сразу же. Это тот человек, который уже все запланировал, который уже знает, как все пройдет. У нас есть, например, человек, который с нашими выездами непосредственно связан, ты, Олесе Читова, мы тебя благодарим. Покажись, пожалуйста. Это тот человек, который, мне кажется, нас вообще терпит, потому что, чтобы всем хватило брони, чтобы всем хватило всего, воды. Просто спасибо тебе, милая, за твое терпение. Тебе надо этот валерьянка бонус начислять, я чувствую. Да, мы будем взрослеть. У нас уже есть технологии. Также мы создаем и проводим абсолютно все обучения. Мы взращиваем лидерский состав, потому что мы понимаем, что наша задача всегда расти и формировать зазор, для того, чтобы наши новички, кто приходит в команду, чтобы вам было, куда стремиться. Поэтому мы всегда стараемся совершенствоваться, расти, брать что-то новое. У нас к себе очень самокритичные отношения. То есть мы очень следим за тем вообще, что мы делаем, как мы делаем и так далее. Иногда мы ошибаемся, мы тоже люди, но мы очень быстро с этим работаем. Далее. Наша задача – это взаимодействие с компанией. То есть все промоушены, все какие-то интересные бонусы и так далее, как раз-таки это дело рук ДМБ и компании. И чтобы все это обсудить, то есть нужен тот, кто будет этим мостиком, чтобы наш партнер мог прийти, и чтобы для него этот бизнес давался прям легко, чтобы вы делали этот бизнес в кайф. И также решение спорных вопросов, потому что мы знаем, там, где лес рубят, щепки летят. Если лес рубить очень быстро, щепок будет больше, это будет заметнее. Поэтому все спорные ситуации также решает ДМБ. И конкретно, Иван Николаевич, благодарю тебя за это, потому что очень много спорных вопросов. Опять же, да, скажем так, легко быть хорошим, легко со всеми обниматься и так далее, дружить и прочее, прочее. И гораздо сложнее держать равновесие там, где сложно, там, где это непопулярное решение. Поэтому, Вань, спасибо тебе за твою стойкость, за твою справедливость. А? За твою, да, такой непопулярный Иван. За то, что ты всегда выдерживаешь давление и видишь истинный хороший путь, который нас развивает. Идем дальше. У-ху! Да! Итак, наш 2023 год, я заметила, что вы любите фотки, так вот, наш 2023 год начался в мае 2022 года. Соответственно, наш 2024 год, как мы понимаем, начался в мае 2023, вот это, ну, который прошел. Что мы делали? Мы запланировали абсолютно всю линейку мероприятий, все, что мы будем делать и так далее. Мы все уже знаем. Здесь вы видите знакомые все лица, да, в принципе, вот мы сидели и обсуждали. Далее. За 2023 год, вот Юля подготовила тут с фотографиями, я когда делала, думаю, мы тут просто будем три дня сидеть смотреть фотки, их очень много. Значит, мы провели, во-первых, итоги года, прошлые. Кто был, помните? Это все организовывает ДМБ. Мы провели два вип-дня. Вы помните, да, наши прекрасные залы, наши 400 плюс человек, мы их собирали, и мы это все проводили. Это, кстати, ДМБ 2.0 непосредственно делает. Давайте им тоже поаплодируем. Да. Знаете, когда я, ну, давно это, правда, было, когда я где-то вот на галерке сидела, и так же вот выходят люди, и все такие говорят, давайте этим поаплодируем, тем поаплодируем. Ты в какой-то момент уже эмоционально выдыхаешься, и думаешь, а можно я сразу оптом всем поаплодирую? Есть такое? Ну, ребят, на самом деле, когда ты вот становишься по другую сторону, да, баррикад, когда это превращается в каждый день твоей жизни, то действительно хочется благодарить этих людей. Далее, мы сделали и провели два UDS Day, две активности. Это наш новый формат, который с нами второй год. Это система онлайн-продаж. Кто на нем присутствовал? Оцените нас, пожалуйста, нашу работу аплодисментами. Да. Мы увидели, у нас, то есть наша задача следить за тем, чтобы мы всегда принимали именно слаженные решения современные. И мы увидели, что у нас очень большая команда, и она в очень разных регионах. И постоянно, то есть для того, чтобы сделать большие классные продажи, да, то есть нам нужен какой-то современный инструмент. И мы выбрали этим инструментом UDS Day, у нас есть продюсер, то есть это прям большая кухня. И я за этот инструмент благодарю, во-первых, техническую команду во главе с Тарасом Годовнюком. Ты где? Вон он, да. Тарас. Опять же, Надя Дрибас. И у нас, я благодарю каждого спикера, потому что это реально очень большое дело. Каждый, кто был, где-то тут был Андрей, оценил, да, потом Андрей такой рвал, срывался, такой, я буду спикером, я буду спикером, помнишь? Потом он такой, я, пожалуй, отдохну. То есть понял, что это не шуточки, это не прикольчики, это, да, это большая работа. Далее, мы провели два лидерских выезда в Питер и в Конаково. Кто выжил после Питера? Выжил. Да, мы настолько делаем насыщенную программу, то есть наша идея, наша философия такая, кто хорошо работает, тот должен хорошо отдыхать. А еще мы понимаем, что лидеры растут не только, когда мы работаем, пашем, что-то делаем, а лидеры растут просто в момент расслабления, общения. И мы, у нас вот наша стратегия на этот год, это добавлять именно больше отдыха в нашу с вами совместную работу. Кого это радует? А то приехал, поработал, потом снова поработал. Вот мы насыщаем отдыхом, это организовали. Мы провели больше 120 зум-совещаний, это больше 300 часов работы на онлайне, представляете? Это то, чтобы все работало без перебоя. Мы создали более 100 командных вебинаров. Вот вы же, у вас что начинается с утра? Командный вебинар, правильно? Командный вебинар. И для того, чтобы вам зайти, вы просто такие в трусах, заходите, включаете, особенно у кого это выпадает на утро, и смотрите, правильно? Так вот одним глазом кофе мешаете и смотрите. Но для того, чтобы это было, я вам скажу, что кто-то должен составить темы, кто-то должен составить весь контент, кто-то должен разложить весь анонс, кто-то должен организовать всех спикеров, и кто-то должен выйти и провести это. Вот это вся огромная работа, которая остается за кадром. И вообще, честно говоря, у меня такое ощущение, как в анекдоте, ты сначала веришь Деду Морозу в детстве, через какое-то время ты уже не веришь Деду Морозу, а потом ты становишься Дедом Морозом, и ты понимаешь, что чтобы подарочки под елкой оказались, кто-то должен выбрать. А, кстати, из таких приколов вы заметили, что сейчас дети пишут, раньше как писали, я хочу ролики, а сейчас пишут артикул на ВБ. Да, и такое. Мне племянницы написали письмо с артикулами, я в шоке была. Далее. Это более 50 часов работы с продюсером. Опять же, одна из наших стратегий в этот год очень усилить нашу онлайн, скажем так, позиционирование, стать мега крутыми. И для этого мы приглашаем внешних экспертов, потому что тот, кто растет только на своих мозгах, только на своих усилиях, тот не сможет вырасти за границы того, что есть в твоей голове. Поэтому мы будем покупать, скажем так, время экспертов, мы будем покупать знания экспертов и дальше. И вот мы уже очень круто это освоили, потому что на наших UDS Day было порядка 4000 зрителей, представляете? То есть мы собирали более 4000 онлайн. Это еще люди смотрят офисами сразу же. Но также мы провели три очные встречи с Вячеславом Шениным. Естественно, мы с ним онлайн общаемся чаще, но три большие совещания это то, что мы провели, сделали, это тоже большая работа. И получается мы решили порядка 600 различных задач разного уровня сложности. быстренько покажу фотографии, у меня время тут уже вышло. Вот они в фотографиях, это то, что, опять же, я знаю, что вы любите. Первая фотка это когда мы организовали UDS Day, это как раз тот самый наш состав, который все это начинал. Вторая фотография это VIP Day. Кстати, завтра у нас будет VIP день, завтра мы повторим эту дальше мы вызывали кое-кого. Мы вызывали Вячеслава Ушенина к нам появится. Да-да. Значит, далее у нас я показываю спикеров. Мы успели походить на стеклах, провести школы и так далее. Ну и мы сейчас рассуждали о том, что делает ДМБ, то есть какая нагрузка. Но ДМБ еще и многое дает. И ДМБ, я сейчас опять же говорю про то, что это ДМБ и ДМБ 2.0. Во-первых, это абсолютно меняет твое мышление. То есть ты так добровольно-принудительно начинаешь думать по-другому. То есть у тебя меняется сторону роста управленческих и стратегических навыков. Ты начинаешь мыслить не просто уровнем своей команды, а ты начинаешь мыслить уровнем абсолютно всей компании. Далее, это возможность повлиять на работу всей сети. Я знаю, что здесь есть амбициозные люди. Я знаю, вы тут есть, и вам хочется влиять, вам хочется создавать и так далее. Кстати, вот один из спикеров, кто будет после меня, это Никифор Микюсаров. Он пришел когда-то и говорит, я хочу влиять. Я говорю, ну вон, попадай в ДМБ. Что вы думаете? Через сколько он, где Никифор, или он ушел? Ты через сколько в ДМБ зашел? Прямо что-то быстро ты зашел. Он пришел, говорит, я буду влиять, вы как хотите, я буду всю систему работы буду влиять. Пришел и сделал. Сегодня в своей презентации он еще расскажет, как он повлиял, даже на меня, спасибо большое. Ну и так же это принципиально иная позиция в бизнесе. Ну и самое главное, то что ДМБ это союз равных. Я хочу подчеркнуть союз и именно слово равных. Потому что когда, допустим, вы находитесь у себя в команде и вы там как бы, ну лидер, вас же все слушаются, правильно? Вас все слушаются, потому что вы лидер. А ты попробуй быть лидером среди лидеров. Когда тут все крутые, тут как бы каждый сам себе я, ты попробуй вот в этом научиться работать и честно говоря, первые три месяца существования ДМБ 2.0 мы съели очень много попкорна. Это было ужасно. Когда ты, вот когда мы только организовали ДМБ 2.0, я вам скажу, это была просто какая-то карма. Потому что они все пришли, мы-то в ДМБ уже давно слаженные, а они все пришли и они там почти дрались. Потому что каждый крутой, каждому надо свое там что-то отстоять. И, наверное, одно из главных наших достижений действительно. Потому что команда же сильна, тем, насколько сплочен лидерский состав. Так вот, у нас команда отдельных звезд превратилась в звездную команду. Это невероятное наше достижение. Ну и финальный слайд для меня. ДМБ это просто Dream Team. Это правда. У нас не всегда бывает гладко. Я скажу так, без ванили. Это абсолютно рабочий орган, рабочее пространство, где мы действительно решаем очень много непростых порой вопросов. Но для меня это действительно Dream Team. Я очень многому учусь у каждого. Я горжусь работой с вами. Я вас благодарю за ваш труд. Спасибо. Аплодисменты. Наталья Сорокина. Аплодисменты. Аплодисменты.